Привет, я Илья Уточкин, учитель биологии школы номер 10 города Благовещенска Амурской области. Это не подходит. И это уже было. Где же найти такую историю, чтобы и сюжет оригинальный, и главный герой симпатичный, и злодей по-настоящему коварный? О, а это интересно. Вот здесь, в одном только разделе «Паразиты» есть и сюжеты для фильма ужасов и для мелодрамы. Паразитизм — это такой тип взаимоотношений между двумя разными биологическими видами, где один является паразитом и использует другого — хозяина. А там, где один использует другого, всегда есть конфликт. Здесь и герои, и антагонисты, и драматичные сюжетные линии. Мы готовы снимать. Камера. Мотор. Фильм первый. Хоррор. Гриб внутри. Сцена первая. Натура. Вечер. Муравейники на опушке леса копошатся муравей. И вот наш главный герой — муравей. Несет на спине соломинку. Вдруг, как будто какой-то злой дух селился в него. Муравей бросил свою ношу, начал хаотично бегать, забрался на дерево рядом с муравейником, заполз под листочек, со всей силы вцепился челюстями и лапками в жилку листа и распрощался с белым светом. Несколько дней спустя, тот же муравейник. На месте, где остался лежать муравей, пророс гриб. Его судьбу повторили многие сородичи. И на местах их гибели тоже выросли грибы. Что же за невидимый злодей поселился в этих бедных муравейшках? А это гриб кардицепс. Настоящий паразит. Чтобы жить, ему необходимо захватить тело жертвы. После этого ему ничего делать не надо. Жертва становится и источником пищи, и средой обитания. Паразиту важно, чтобы его жертва жила до тех пор, пока он не завершит цикл развития и не оставит потомства. Место для своей жизни паразит выбрал с умыслом. Такое, чтобы было удобно разбрасывать новые споры и заражать новых муравьев. Стоп! Снято! Вот такие существа эти паразиты. В этом разделе биологии просто кладезь сюжетов. Посмотрите, это же шпионский детектив. Паразит под прикрытием. В группе молодых исследователей нужно выяснить, кто из этих милых существ на самом деле паразит под прикрытием. Подозреваемые. Пиявка. Плоский червь. И кукушка. Кого бы вы назвали паразитом? Соберем базовую информацию. Пиявка. Но это слишком просто. Имя агента говорит само за себя. Ведь не зря говорят, прицепился как пиявка. Именно это делают все паразиты. Исследователям даже не пришлось открывать интернет. Плоский червь. Могут ли плоские черви жить самостоятельно, не вселяясь в тело так называемого хозяина? Если верить течебнику, нет. Большая часть известных паразитов – это как раз простейшие плоские круглые черви или членистоногие. Этот похож на печеночного сосальщика. Несмотря на свою внешнюю элементарность, он не так прост. В процессе размножения паразит может сменить двух хозяев, принадлежащих к разным видам. Промежуточным хозяином может быть пресноводная улитка, а окончательным – млекопитающие, в том числе человек. После таких персонажей хочется помыть руки. А вот и третий герой – кукушка. Милая птичка. Уж она-то не должна вызывать подозрений. Но что-то молодых исследователей в ней смущало. Тогда они открыли энциклопедию, и оказалось, привычка кукушек подкидывать свои яйца от чужих гнезда – это типичный пример гнездового паразитизма. Конечно. И этих птенцов не кормить. Ну что ж, отличная работа. Правильный ответ – все наши подозреваемые – паразиты. Так, что-то слишком много активности в жизни этих паразитов. Но кино бывает не только художественным. А что, если сделать документальный фильм? Кстати, вот отличная история – паразиты-двигатель эволюции. Для этого нужно обязательно записать интервью с ученым-биологом и зябликом. Да, это же кино. Нам можно все. Расскажите, как именно паразиты влияют на эволюцию всего мира? Связь здесь самая прямая. Как работает эволюция? Виды постоянно совершенствуются и адаптируются к меняющейся среде. А что в среде может измениться? Ну, например, хищник научится быстрее догонять, жертве придется двигаться еще быстрее, а в ответ на это хищнику придется изобретать более эффективные способы охоты. И так до бесконечности. Этот процесс еще называется коэволюцией, потому что оба вида влияют друг на друга. Отношение хищник-жертва очень похоже на отношение хозяин-паразит. Заставляя как-то приспосабливаться к своему присутствию, паразит фактически стимулирует эволюцию хозяина. Но кто же в этой гонке побеждает? Паразиты или виды хозяева? Паразиты проигрывают. Их в мире становится все меньше. Кажется, это хорошая новость. По крайней мере, так считает зяблик. Из-за паразитов окрас моих перьев становится блеклым. Ни одна самка на такого бледного зяблика не посмотрит. Буду рад, если паразитов не станет. Но вот ученые считают, что уменьшение численности паразитов не такая уж хорошая новость. По всему миру бьют тревогу. Пожалуй, для этого сюжета нам больше подойдет другой жанр. Фильм-катастрофа. Паразитов нет. Здесь нам без графики не обойтись. Придется снимать на хромакее. Итак, 3029 год. Вся планета Земля похожа на вагон метро в час пик. Вода кишит морскими гадами. Рыбе буквально приходится выбрасываться на сушу, так как в воде физически нет места для жизни. Все зеленые леса и луга съедены травоядными. Многие млекопитающие, которые могли бы эволюционировать, не сделали этого. Они не выдержали конкуренции на перенаселенной планете. И просто исчезли. А все потому, что на Земле уже больше тысячи лет нет ни одного паразита. Вот к чему привело исчезновение всех паразитов. Во-первых, больше некому очищать экосистему от слабых представителей вида. Во-вторых, многие виды не развиваются. Коэволюции за счет паразитов не происходит. Получается, человечество недооценило этих неприятных существ. А они все это время были залогом здоровья нашей экосистемы. Какую мораль мы можем вынести из этого сюжета? Паразиты играют важную роль в экосистеме. Они делают так, чтобы доминирующие виды не завладели случайно всей планетой. А еще они обеспечивают разнообразие и конкуренцию. Тем не менее, не забывайте проводить профилактику паразитов у домашних животных. Да и сами тщательно мойте руки. Нам еще не один сюжет для фильмов с вами искать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!